Все песни для Исмаилова кажутся уже спеты. Раньше за океанские звезды, за миллионные гонорары выступали для него одного. Сейчас для бывшего рыночного короля звучат последние аккорды. Тельману Исмаилову предъявлено обвинение в двойном убийстве. Сам он прячется за границей, то ли в Турции, то ли во Франции. И вместо поздравлений Шакиры и Дженнифер Лопес звучат слова официального представителя Следственного комитета. Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск. По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей. Владимира Савкина и Юрия Брылёва, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Михман Керимов. Убийство, в причастности к которому обвиняют Тельмана Исмаилова, произошло в мае 2016-го. Под Москвой на Новорижском шоссе в салоне автомобиля были обнаружены тела двух бизнесменов. Оба застрелены в голову. Исмаилов якобы задолжал им 5 миллионов долларов, но вернуть не захотел или не смог. Да и услуги киллера обошлись дешевле. Убийцу с места преступления увёз родной брат экс-ладельца чертизовского рынка Рафик. А спрятал другой брат Вагиф, бывший офицер уголовного розыска. Рафика арестовали вместе с киллером. Это явно заказное убийство. Исполнитель заказа дал признательные показания. То, безусловно, все заказные убийства на 99% совершаются из-за денег. А денег у Тельмана Исмаилова было много. Несколько лет назад место в первой сотне Форбс. Чёрная дыра российской торговли. Чертизовский рынок просуществовал почти 20 лет. 200 гектаров земли, где действовали законы Исмаилова. Сотни тысяч человек, которые день и ночь продавали и покупали. Миллиардная контрабанда. В столице он чувствовал себя хозяином. Перестроил словно загородную дачу легендарный ресторан «Прага». Разместил там свою штаб-квартиру. Семизвёздочный турецкий отель, названный в честь отца, как апофеоз Исмаиловского процветания. Тельман Исмаилов мог себе это позволить. Но с закрытием чертизовского рынка у олигарха начались проблемы. Отель в Анталии за долги забрал турецкий банк. Исмаилов лишился и других своих проектов. А к обвинениям в убийствах и незаконном обороте оружия добавилось новое. Создание организованного преступного сообщества. Безусловно, убийств гораздо больше. Потому что то, что происходило в Москве на черкизовском рынке, так называемом черкизоне, ну это был полный беспредел. На месте всероссийской столицы контрабанды сегодня пустырь. Известно, что здесь скоро появятся жилые дома, куда переедут участники программы реновации. Сколько ещё будет скрываться за границей Исмаилов неизвестно. В России его ждёт суд за...